Вдруг точно рванули коленкор вдоль улицы. Сразу все стихло. Какой-то гимназист обхватил фуражку и нырнул в толпу. Чиновник поднял узловатую руку для крестного знамения. Залп дан был в воздух, второго залпа не последовало, но толпа отступила. Часть ее рассеялась, часть ее с флагом двинулась к Знаменской площади. На желтом снегу улицы остались шапки и галоши. Выйдя на Невский, Иван Ильич опять услышал гул множества голосов. Это двигалась третья толпа, перешедшая Неву с Васильевского острова. Тротуары были полны нарядных женщин, военных, студентов, незнакомцев иностранного вида. Столбом стоял английский офицер с бело-розовым лицом. К стеклам магазинных дверей лепли напудренные с черными бантами продавщицы. А посреди улицы, удаляясь в туманную ее ширину, шла злая толпа работниц и рабочих, завывая хлеба, хлеба, хлеба. Сбоку тротуара извозчик, боком навалившись на передок саней, весело говорил багровый испуганной барыни. Куда же я сами посудить поеду? Муху здесь не пропускают. Поезжай, дурак, не смей со мной разговаривать. Нет, нынче я уж не дурак. Слезайте с саней. Прохожие на тротуаре толкались, просовывали головы, слушали, спрашивали взволнованно. Сто человек убито на литейном. Врут. Женщину беременную застрелили. И старика. Господи, старика, за что же? Протопопов всем распоряжается, а он, извольте видеть, сумасшедший. Господа, новость невероятна. Всеобщая забастовка. Как? И вода, и электричество. Вот бы дал бог, наконец. Молодцы рабочие. Не радуйтесь. Задавят. Смотрите, вас бы раньше не задавили. С вашим выражением лица. Иван Ильич, досадуя, что потерял много времени, пошел по нужным ему адресам, но никого не застал дома. И рассерженный снова побрел по Невскому. По улице опять катили санки, дворники вышли сгребать снег. На перекрестке появился великий человек в черной шинели и поднимал над возбужденными головами, над растрепанными мыслями обывателей магический жезл порядка, белую дубинку. Перебегающий улицу злорадный прохожий, оборачиваясь на городового, думал, погоди, голубчик, дай срок. Но никому и в голову не могло войти, что срок уже настал. И этот колоннообразный усачь с дубинкой был уже не более как призрак. И что на завтра он исчезнет с перекрестка, из бытия, из памяти.